Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру Fallout Shelter. Нам надо сейчас будет построить парочку комнат с едой, потому что наше убежище успешно размножается, но необходимо больше еды. Как раз действующий герой на экране, поэтому, наверное, несколько комнат с едой мы построим обязательно. Тем более деньги это позволяет. Также необходимо послать бойца на разведку. Итак, мы сейчас находим из списка самого такого вооруженного, хотя я его не хотел посылать, но мне в комментариях написали, что необходимо это сделать. Потому что он может найти много чего интересного. Это и оружие, и униформа. Как я так прикинул, что других персонажей, которые нам принесут, этой пользы больше нет. Это такой наш самоподготовленный. С оружием, с амуницией, в общем, со всеми делами. Мы сейчас открываем радиостудию. Которая стоит 600 крышек. Ну и будем строить. Наверное, будем ее выстраивать внизу. Для этого сейчас найдем лифт. И опустимся ниже в нашу шахту. Значит, с левой стороны мы построим одну комнату столовой. Ну, а справа уже будем развивать радиостудию. Я думаю, что мы выстроим парочку комнат точно. Может быть, пока хватит одной комнаты, все-таки она стоит 600 крышек. Это не так-то и дешево. Потому что каждый раз мы упираемся в бюджет. Лимитные. Не хватает постоянно денег. Но это пока. Пока у нас очень мало комнат. Относительно мало. Потом будет, конечно же, больше и, соответственно, больше крышек. Однако не факт, что у нас появится больше крышек. Потому что дальше мы будем открывать комнаты, а они явно не будут дешевыми. Мы идем, так сказать, поднимаемся наверх. И чем дальше мы развиваемся, тем надо будет больше средств. Так что не факт. Но никаких других вариантов нет. Надо строить новое. Сейчас мы выстраиваем радиостудию и все. Вот мы, собственно, и построили все то, что... В всяком случае, то, что я планировал, мы точно не построили. Конечно, мы выполнили программу минимум. Но я еще хотел парочку комнат столовой построить. Потому что одна ничего нам не решает. Надо построить минимум три. Сейчас происходит нашествие тараканов. Как раз мы отпустили самого такого боеспособного нашего жителя. Я надеюсь, что мы не допустим ошибки прошлого видео, когда там погибло при схожей ситуации несколько наших жильцов. Надеюсь, что они справятся. В принципе, раньше справлялись. Так что вполне вероятно, что мы и сейчас успешно выполним программу по спасению нашей территории. Ну, вроде бы, как дела идут. Я думаю, что мы задавим тараканов количество. Там осталось буквально парочку беглых прусыков. И должны уже справиться. Однако, жизнь некоторых существенно снизилась. Поэтому мы должны лечить по ходу локализации ЧП. Да, у одного жителя совсем там минимум остался. Поэтому мы с помощью прививки пополняем успешную жизнь. Ну, и должны пополнить у других. Чтобы у всех было достатки жизни. В принципе, наш медпункт достаточно дает прививок. Я даже хотел расширяться, но вот сейчас даже не знаю. Возможно, одну комнату мы точно еще построим. Потому что население наше растет. И, соответственно, медицинской помощи нужно больше. Настроение постепенно так. Ну, в принципе, в положительной такой зоне. Никаких таких вот скачков вверх и вниз не наблюдается. Уже хорошо. А что наш боец? Значит, радиопередача дает нам следующую информацию. В принципе, пока такая болтовня. Ничего он не нашел пока. Но, наверное, надо, чтобы он прошел так с десяток километров. Чтобы он действительно что-то нашел для нас полезное. Что еще у нас есть? Ну, в принципе, наше убежище под контролем. Ничего такого не происходит. Все три ресурса у нас практически в норме. За исключением еды. Она в такой пограничной зоне. И вот-вот пойдет на убыль. К сожалению, чемоданчика нет. Мы уже давно его исчерпали. Так что будем надеяться, что мы получим вновь. Но для этого нам надо выдать костюм жителю. А для этого нужен разведчик. Чтобы он что-то такое нашел. Поэтому мы его однозначно правильно послали. На разведку. Может, уже скоро времени что-то нам интересно принесет. Ну, а на этом мы будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.